Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня я подумал, а что если бы на земле, на нашей планете не осталось просто ни единого кусочка суши? Как мне кажется, это была бы настоящая катастрофа, но, а что если мы сделаем такой сценарий в Майнкрафте? То есть сегодня вся наша земля, место в котором мы обитаем, наши деревни, жители, все наши дома окажутся полностью под водой. Посмотрим, что произойдет и как будет складываться тогда в таких условиях наша жизнь. То есть буквально вчера мы тут гуляли, бегали, прыгали, а сегодня здесь повсюду вода, плавают рыбы, нас поджидают новые опасности и много чего интересного. В общем, посмотрим, как сегодня пройдет наш день, но ты прямо сейчас напиши в комментариях, знаешь ли ты, какой моб в Майнкрафте самый-самый сильный моб именно под водой, подводный самый сильный моб. Вот, пиши в комментариях и после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, потому что с каждым лайком уровень воды сегодня поднимается. И после этого жми на кнопку подписаться. Приятного тебе подводного просмотра. Ну что же, а наш обыденный день на сегодня начинается прямо сейчас. Леска, Нубик, мы, короче, я сейчас нахожусь дома. У меня вокруг дома сейчас плавают гардианы, хранители вот эти. Да, они такие прикольные, такие хранители. Только ни в коем случае не выходите на улицу без костюмов. Едьте ко мне через подземный проход, мы сейчас с вами возьмем инструменты. Если честно, да, вот эти вот, как их называются, гардианы? Гардианы, хранители. Да, а, да, хранители. Так, я вас жду. Мне кажется, очень прикольные. А, я пока телефончик пока возьму. Да, они возле моего уха плавают, и они такие вообще, как и жи, прям такие эти самые. Да, они, если что, стреляют такими лазерями подводными, так что будьте аккуратнее. Без вооружения на улицу выходить нельзя. Да. А вот я и приняла. Так, я все, слышу то, что кто-то подъехал. Это я. В общем, вы можете ко мне сюда заходить сразу. О, Нубик, он подъезжает. Так, пойдемте за мной. А, Нубик, я маленький. Пока что все открою. Слушайте, я прям такой замедленный весь. Он на меня эффект наложил. Так, инструментики. А, слушайте, погодите секундочку. А инструменты, по-моему, у нас где-то в лаборатории находятся. Да. Скорее всего, походу. Так, берите оружие, аптеки и фонари. Все, берите с собой. Не-не, костюмы у нас в лаборатории подводные. Кстати, да. А, нет, стойте, погодите. Погодите секундочку. А как мы с вами тогда... Опа, придется, походу, вплавь как-то плыть, ребят, без костюмов, воздух задержать и доплыть прямо до лаборатории. Доплывем, я думаю, доплывем. Я не буду дома, потому что мой дом ближе к лаборатории. Так, можно попробовать от домика Нуба проехать? Ну, давайте попробуем. Так, поехали тогда оттуда. И что еще, что еще? Мы сейчас с вами возьмем костюмы и отправимся в деревню жителей. Короче, нам нужно с вами там посевы новые посеять и вообще, на самом деле... Да, сейчас так все изменилось у нас вообще. Обычная пшеница, она не растет из-за того, что солнечные лучи сюда не дотягиваются, из-за того, что слишком глубоко. Ты садишь их и... Но зато здесь появились новые растения, как водоросли. Видите, знаете, почему мы так долго ломаем это все? Почему? Потому что... О-о-о-о! Нет, потому что на нас наложил эффект этот гарден. Он нам накладывает усталость. Да, да, Нубик, у меня тоже только что это было. Да, да, тоже. Пойдемте. Я вижу то, что мне нам нужно... Мы все, все видим из-за нас. На самом деле, вот эти вот разные хранители, они для нас враги, они для нас как бы враги. Конечно, враги, Нубик, они данжи охраняют в Майнкрафте. О-о-о, ребята. Так, ну что, готовы? Да, готовы. Давайте, раз, два, три, поплыли. А, смотрите, пульки на воде-то тормозятся. Мы не можем, ребят, до них дострелять, прикиньте. Реально вода же тормозит. Скорость, скорость пуль гасится под водой очень сильно, из-за этого мы не можем дочернуться даже до них. Нет, Шетя, я попала в них, попала. Не-не, мы попадаем, но если только поближе подплывем. А так, видите, да, как летит пулька? Я доплыла. Я тоже. Нубик, где ты? Все, я на месте, ребят. Там гарден заходит, у меня стреляет. Я, окей, я сейчас. Конечно, стреляет. Заходи скорее в лабораторию. Так, уху, где наши костюмы? Когда ты гарденов, вот этих восхищенителей бьешь, у них вот эти шипы не сжимаются к себе, прижимаются. Да. Замечали? Вон, наши костюмчики, наши водолазные костюмы, наконец-то. Да, давайте берем, согласные костюмы. Мне кажется, надо их вообще не снимать, а все время ходить. Опа. Надо просто домой и каждому поставить, и чтобы они у каждого дома были. Чтобы мы так хоть не бегали, а домой займали. Я попала, ты надеваю. Ну, мне как всегда наделось вот так вот. Не, показалось. Ой, ну, вообще красота. Так, что у нас, что у нас, что у нас? И вот эти штуки обязательно не забудьте, которые под водой делают так, чтобы вы быстро плаваете. Слушай, вот эта штука вообще... Подводный глайдер, короче. Либо как-то так он, эта штука, видимо, называется. Так, у меня, кстати, лишний баллон с собой еще. Ой, инструменты вот они у нас, где, оказывается, лежали, слушайте. А у кого-то есть аптечка просто. Аптечка? Слушай, а что, еды нет, что ли? И, да, есть. А ты яблоки не брал, что ли, никакие, Нубик? Нет, не брал. А что ты ничего не брал-то? А у кого-то есть еда? Да, я тебе уже все скинул. А, спасибо, я просто не заметил. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, сейчас сплаваем деревню жителей. А, по-моему, я готова водолаза. Соберем немного еды как раз-таки. Вот, еда нам сейчас точно нужна. Так, погнали, поднимаемся. О, Нубик идет смешной, как он пишет. Ой. Слышите, какой звук у меня? Мне звонят. Телефон, даже звук изменился по водой. Алло. Алло, Шеди, это капитан. Слушайте, не можете с собой, если в нашу сторону пойдете немного баллонов с кислородом захватить. У меня тут один баллон всего лишь остался. А, да, хорошо, мы как раз скоро к вам собирались. Еды вам, кстати, это набрать? Да нет, еды тут всяких водорослей и так достаточно. Все, до связи. Да, до связи, скоро будем. Так, сейчас секунду, ребят. Не, баллон у нас снизу здесь в лаборатории лежат. Сейчас секунду, туту-туту-туту, вот они баллоны. Слушайте, сколько их возьмем? Я четыре баллона взял. Бери к запасам, конечно, так. Возьму шесть тогда. Все, я поднимаюсь уже назад. Это неузнаваемость, конечно. Я иду. Баллон. Ну, я тогда два баллона возьму. А ты тоже берешь, что ли? Да, я тоже беру. Так, все, поплыли, ребят, с этой штукой очень быстро плаваешь. Так, гарденов, гарденов валите обязательно. Так, на тебе, получай. Вот видишь, у них жеванцы. Ооо, слушайте, ребят, а вы видите, у нас с вами на грядках зомби внутри появляются. Ой, но они надоели уже, ребят. Это плохо на самом деле, это реально плохо. Даже они внутри уже появляются под водой. Представляете, как они надоели? Представляю. Заходите сюда скорее, где вы там? Подождите, я хочу гарденов избавить. Короче, из-за того, что солнечные лучи у нас здесь не дотягиваются, у нас здесь вот в таких фермах растет капуста. И мы питаемся реально капустой. Не знаю, почему капуста растет, а пшеницы нет. Хотя они так и так все одинаково, как бы на воздухе. Ребят, а знаете, мне вообще очень нравится вот эта наша грядка капустная. Мы сейчас еще посмотрим, какие грядки есть. Так, у меня 14. Слушайте, мотыгу не взял. Деликатес, мы любим покушать. Да, мотыгу не взял. Посадить никак не получится. Ну ладно, жители потом посадят, я думаю. Да, Нубик, я понял. У нас есть деликатес, это рыба. А я не люблю морскую еду, поэтому это минус лимон. Опа. Слушайте, а что это такое? Слушайте, мы сажали тоже елочки. Это как будто бы какие-то росточки. Это, по-моему, знаете, это даже... Боже, это росточка капусты? Слушайте, нет, это даже не еда. Это, короче, какие-то мини-деревья, либо что-то такое. А, прикольно. Это не для еды, короче. Это точно не для еды. Смотрите, тут какой-то этот стоит в нашей грязной. Это бандюга, это бандюга. Надо бандюгу валить. Я же говорю, тут всякие эти появляются теперь под водой. Это раз, изглавное в нашей... Да потому что там кислород есть, естественно, они туда едут. Так, о, грибочки растут. Грибочки. Кто хочет грибочков подведать? Ой, нет, я не люблю грибочки. Я хочу грибочки. Но посмотрите, какие они прикольные. Они у нас под водой растут. У нас теперь вот такая вот необычная ферма есть. Я поем. А нет, а почему я не могу их кушать? Ой-ой-ой, мы стекло с вами разбили. Ребята, у нас утечка здесь идет. Ребята, есть чем починить? Да, сейчас придется, к сожалению, землю поставить вместо стекла. Ой, у меня слабость. Я вообще копать не могу, ребят. У меня из этого Гардиана просто замедлительность. Прямо ой. Опять, опять было, да. Пойдемте, пойдемте отсюда. Заделали уже. У нас еще здесь какие-то грибочки другие растут, оранжевые. Грибочки, да. Вот, ребят, вот тут игрят. О, смотрите, смотрите, да, чего здесь только нет. Это зомби-игзай уже какой-то с красными глазами здесь появился. Подводный зомби, да, мутированный. Вот это мне грядка больше всего нравится. Так, вот эта капуста тоже. Давайте, ладно, капусту эту не будем собирать. Так, можно здесь люблю грядочки. Да, есть еще что? А что это за растение такое? Я не знаю. Я не знаю. Типа подсолнуха, но не подсолнух. Какой-то морозный. Био-люминист... Био-люминистенция какая-то. Это тоже водоросли получается. Разновидность водорослей. Походу они прям блестят. Очень красиво. Прикольно. Красиво. Я тоже с собой возьму. Вот такой вот грядки, смотрите, какие удивительные. Это как ромашки, что ли? Куда вы плыли? Слушай, ромашки? Ну нет, не ромашки, похоже. Это белый цветок называется. А, ну это не ромашка. Так, а это знаете, что это такое? Это что такое? Это репа. Это репка. А, редиска, редиска? Нет, репа. Репа, редиска, это разные вещи. Слушай, ну она как редиска, только вкусная. Вот репку можно собрать, короче, и посадить. Из нее очень много всего выпадает, и тут грядка вспаханная вся. Все, готово. Нубик, что случилось? У Нубика, видимо, опять этот Гардиан появляется. Да, у меня Гардиан появился. Все, пойдемте. Пойдемте скорее. Так, и надо посмотреть, как у нас жители где-нибудь какие-нибудь. Как они у нас тут обитают вообще. Пойдемте проверим, в порядке ли все у них спросим. О, смотрите, с этой штукой можно вот так вот, короче, в колодец вниз заплывать. И вот так в колодце сидеть. А, мне наверх тянет. Наверх тянет. Ничего себе. Так. Опять грядки на наших появились зомби. Ну как так? О, иди сюда. Куда именно? Тут житель у нас. В кузнице? Находится. Я в кузнице, да. У нас жители вот таких бирюзовых костюмов синих. Красиво, да? Слушай, тоже морского. Классные, кстати, костюмы очень, да. Я так переоделись. Слушай, житель, тебе не надо тут этого? Биолюминесценция. Да нет, мы потом попозже соберемся и соберем все эти урожаи. Зомби только достали постоянно появляться. Нужно какое-то освещение, что ли, поставить. Да, кстати, нужно освещение, потому что зомби появляются именно в темноте. Ладно, хорошо. Мы тогда... Ну мы тебе вот так вот, я тебе немножко репа положу, тут половинку от того, что у меня есть. Вот, мы, короче, поплыли к капитану. Все, поплыли к аква-капитану. Погнали. Так, все, плывем. Так, аккуратнее, их тут очень много. Их тут очень много этих гардионов. Я еще крипера нашел в домике. Крипера нашел, где ты его нашел. Слева, слева. Ух ты, спереди их как много, ребят, нам надо их всех завалить. Всех надо прям, ты чего думаешь? Но они у нас на пути стоят, смотрите, они нас сейчас лазерами скоро начнут стрелять уже. Так, завалила одного. Из них губки выпадают. Губка вообще прикольно улетела. Слушайте, им надо, знаете, прям вот в морду стрелять, прям в нос. Да-да-да. Естественно, они... О, давайте сократим здесь немножечко. Да, давай. Тебе нам же по дороге сейчас ехать не надо с вами. Мы можем так вот сократить. Ну вот это, кстати, плюс. Мне нравится. Мы вот, по сути, просто плаваем во всех направлениях. Мы, по сути, просто можем... Мы как будто бы летаем. И вообще ощущение, что ты рыба, она какую-то прям... Опа! Волшебная. Опа! Заходим. Так. Рыбочки на них. Мне кажется, можно снять уже. О, здравствуйте. Смотрите, у капитана тут тоже костюмы стоят. Ой, Юночка, привет! Ну как жизнь под водой? Так, капитан, вы на месте? Да, жизнь под водой. Вот мы вам кислородные баллоны немного принесли. Сейчас, ну, тогда вот сюда куда? А вот, смотрите, давайте сюда вот положим этот сундук, наверное. Давай ему тоже кладу от тебя вот столько два принес. Да, давай. Фу, капитан, ну что, как жизнь? Да ничего, всё в порядке. Э-э-э, преступность нулевая. Бандитов никаких нет, никого нет. Правда вот, недавно звонили с больницы, сказали то, что какой-то житель пропал. Его в какие-то подземные пещеры унесло там течение. Ну, вода не вовсюду проникла. Проникла, вот. Так что сейчас его разыскивают. Если хотите, можете тоже подключиться. да мы подключим все конечно это житель надо найти полис ты так сидишь те ласты прям это выше этого стала поднялись реально тяги такой сидишь у тебя прям тяга вот так вперед видно капитан а да кстати капитан вот вам редиски еще ой редиски это репа немного я все возьму ладно капитан все до скорого до скорого удачи вам найти этого потерявшегося жителя надеюсь да я думаю найдем надеюсь найдем не хотелось бы чтоб с ним что-то произошло как погнали за как у него тут он тут тюрьма просто понял все я посмотрел как тюрьма выглядит просто сейчас сейчас прикиньте помните раньше бандиты какие-то когда убегали не короче копались с копаешься тебя вода везде идет все не сбежишь никуда ребят нам получается нужно с вами вот такие вот всякие штуки проверять сотрите всякие пещеры пещеры есть везде помочь большая всегда ой смотрите давайте все гардио гардино он испугался что у меня перед лицом это появилось сейчас у меня у меня почему-то позже в чем все а там относительно дальности насколько вы далеко от них находитесь вот кто ближе у того раньше ухты зоны какой-то пошел не понял откуда этот зомби тут появился еще так пойдете попробуем заплыть оба ощущаем так есть тут кто-нибудь живой или тупик что она понятна пойдемте тогда назад выплывать фух сейчас должно быть намного легче выплывать с этой штуковиной да мы с этим с вами по волнам где пошлите-пошлите надо все проверять прям под дорога ребят подводная пещера потом не анжи какие-то ой тут вообще пещера ребята куда-то очень далеко ушел прям вниз уходят ухты нифига тут зомбарей сколько вычок больницы прошли там нет 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 я еще не у больницы ребята столько мутантов это вообще совершенно это неконтролируемый процесс такие пещеры гигантские ребята прям заблудиться реально можно если он туда пришел то это найти его шансы очень маленькие у меня стрельнул один раз все-таки успела ты негодяй ребят я вообще далеко под землей прям так я назад пошел что-то не я подземлем я подземлем опять надо убирать они скоро нас реально в плен возьмут уже давай ты так я пытаюсь подняться часами штуковину яблоко ем потому что в меня попали дворок я выплываю я выплываю сейчас секунду все наконец-то ускорение все так где я у я возле остановки которые участком а вы уже там что ли это далеко да мы тут вот в на этой полянке их мочим так но тут все как у нас тут получается грядки вот еще пещера какая-то так ухты скелетина снова я пещеру зомбарей вижу зомбарей вижу еще где житель чтобы все с тобой все нормально скажите где вы скажите мы в пещере возле дороги крыше то он сушенчу пробачить пошел что ли он живой я не знаю он он мы встали ой мы пришли он крыше как эту головой дергает то еще что-то возможно это эффект этого нет это зомби были здесь тут очень много зомби было погнали надо его в больницу отвозить вернее это мы еще забыли кстати с вами это вертолет проверить как работает под водой на которой вертушка погнали моя моя так пошлите сначала житель отведем потом думаю то что можно будет до дома сплавать проверить как вертолет плавает на самом деле интересно фух дойдет его есть добрый день мы жители нашли куда можно это положить который заблудился пещерах кладите соседнюю комнату хорошо а чего с голосом то да простыл нос заложила теперь как житель разговариваю понятно водичка холодные действительно без водолазного костюма там это так жители сюда тогда ложись все мы вам и тут его оставляем а вы домой пока что по пыли тоже врачам водолазных костюм водолазных костюмов на самом деле найти погнали сегодня хотя бы да сегодня мы хотя бы с вами проплавали и поменьше гардена встала то передвигаться вообще не очистили плюс мы сделали какое-то полезное дело спасли считай жителя да а вот еще один тут стоят ой проплываем мимо пускай они тут под мостом лежат они вроде даже нас не трогают я как-то правду они меня как будто бы не заметили совсем что они просто появляются уже сами опа и прям до вертолета ой нет а то это уже сработало на меня это получается не вертолет а водолёд опа готова садится нам пробуем взлететь да давайте попробуем я надеюсь что нет так сейчас кислорода набрал так сажусь и садишься да я села ничего крутится нифига себе сейчас цунами начнется с толстой вороны будет над нами а капец какой-то ну что зато мы знали то что вертолет летает даже под водой друзья у нас здесь ну что же на связи был шеди мэн всем удачи хорошее настроение не болейте увидимся услышимся в следующем ролике всем пока пока